Здравствуйте, меня зовут Валерия Белоус, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. В музейно-выставочном комплексе в ГУЭС продолжает работать фотовыставка 365 попыток борьбы с ленью от местного фотографа Елены Мельниковой. Каждый снимок выхватывает из рутины повседневной жизни один момент очередного дня и помогает вспомнить о его ценности. А в Приморском отделении Союза художников выставка от дальневосточных мастеров, которая называется «Путешествие по Азии». Экспозиция представляет впечатления художников от поездок на восток, уже обработанной на своей земле, представленной в разных жанрах. В галерее «Арка. Забытая графика» Павел Шугуров представляет публике персональную выставку своего «Альтер-эго» хабаровского художника Петра Работника из «Объединения 33 плюс 1». Экспозицию «Забытая графика» составили разные работы – от легких набросков и эскизов для проектов городского искусства до литографий, сделанных автором в мастерской Института Тамаринт в Америке. Еще 20 января в Малом зале Приморской филармонии пройдет вечер камерной музыки. Во Владивостоке выступит струнный квартет «Кармен». В программе прозвучат времена года аргентинского композитора Астора Пьяцола и струнный квартет номер один Владимира Дашкевича, современного композитора, произведения которого уже обрели бессмертие благодаря классике советского и российского кинематографа. В субботу, 21 января, всех желающих приглашают на моноспектакль «Метель. Любовь. Рождественские ночи», который пройдет в «Антикафе», третье место. Сюжет собран из известных поэтических циклов Бориса Пастернака. Открытый бесплатный урок по соло-латине пройдет во Владивостоке. В программе три танца – сальса, самбо, ча-ча-ча. Занятие сольное, партнер не требуется, необходима только предварительная запись. Презентация проекта Гетто-института «Немецкий детский онлайн-университет» состоится в эту субботу в 15.00 в библиотеке Горького. Стоимость участия бесплатна. А в библиотеке номер 13 пройдут занятия по вязанию крючком. Мастер-класс организован по просьбе читателей. Урок продлится два часа с 11 до 13 дня. В Театре кукол 22 января покажут детскую сказку «Кот, петух и лиса», которая рассказывает о том, как животные жили вместе. Этот спектакль не только развеселит маленьких театралов, но и научит их быть предусмотрительными, осторожными и помогать друг другу в трудную минуту. А в Краевой филармонии сказки Андерсона, гадки Усенок, огнивая снежная королева в музыке Прокофьева, Горковенко и Баневича. Программу исполнит Тихоокеанский симфонический оркестр под руководством дирижера Анатолия Смирнова. Творческие встречи со звездой мировой оперы Марии Гулегиной состоятся в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра 22 января в 16.00. Такие встречи для театра стали уже традиционными и проходят со многими приезжими артистами. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города и до встречи на восьмом.